Возьмешь белый, желтый, бирюзый и всю картиночку педантично скроешь зеленцой. Зеленцой вот так скроешь всю вещества краски примерно столько, сколько ты сейчас видишь. Я укладываю такое количество, которое если мастихином раздавливать, то есть что раздавить. Единственное, что ты раздавливать пока не будешь, единственное, будешь пробовать, ага, есть что раздавить, когда появляется лишнее, значит у тебя нормальное количество вещества. Хорошо? Ну, ты набираешь все по вот этой траектории, по вот этой. Отражение висит, поэтому уместный такой мазок. А еще у нас торчат по вертикали сами стручки, поэтому идея вертикали здесь очень уместна. Все цветнотики чуть потом. Хорошо? Не торопимся. Берешь коричневый и наполнишь темнотой там, где темно. И тоже сохраняя идею вертикали. Там, где темно, синька коричневый, наполни. Там, где у нас теплый цвет, возьмешь коричневый, возьмешь желтоту, будет этот охреный цвет, загонишь его. Где-то в нем мигает краснота, загонишь ее. Чуть-чуть и розовит это пятно, правда? Не только охрит, но и слегка розовит. Накидаешь. Накидаешь. И у тебя много белого внизу картины. Когда ты все эти пятнышки поперечислишь, поперечислишь. Вот эти темные, синеватые, да? А их можно так? Да, все пока по вертикали. А, все пока. Возьмешь потом, выцегонишь краску там, где у нас белый. Возьмешь белильце в чистом виде. И вот так раздавливательно, как масло на хлеб, начнешь укладывать белизну отражения неба. В том числе и вот такими звуками, которые все повиснут в этом направлении. Пальчиком дополнишь идею висячисти там, где будет вот такая сухомятка. Все, что в отражении, все, что в отражении, дополнишь идею висячисти, причем мутной висячисти. Смотри, мутный. То есть палец даст идею мутного. Тогда на вот этой идее мутного и висячего любой звук горизонтального характера, вот этих лепесточков сразу сформирует идею плоскости воды. Плоскости вот этого зеркала, которое отражает все то, что наверху. Это будет внизу. Вверху, после темного, сверху на темный, начнут приходить вот такого рода прикосновения. Будешь брать небольшое количество краски и бочком мастихина, как бы коньком мастихина, подбрасывать, подбрасывать сюда светлотики. Смотри, ребром, но не вот так, а вот так. Накидаешь, накидаешь, накидаешь. Но сначала там должна появиться подкладка темная, да? Давай так. Значит, здесь мутно и нефактурно. Здесь фактурно и уже не мутно. Прекрасный набросок. Так, ну все равно молодец. Торопилась? Нет, нет, нет. Все нормально. Значит, сейчас кистью совершим мутное дело. Окончательно мутное. Для того... Нет, просто у тебя, я вижу, косые какие-то движения. Смотри, в отражении, просто надо смириться с этим, в отражении выгодно звучит именно вертикальный ритм. Вертикальный. Как стекло, как мутное стекло. Именно вертикальный ритм. У тебя есть косые, не до висячие звуки вертикали, а нужны нарочито вертикальные. Даже когда в отражении все очень симметрично, художники все равно делают, ну почти, почти, тоже отражается, что над водой. Они все равно делают вот эту поэтичную мутнятину. Это не потому, что нужно было перейти на кисть. Но потому, что ты очень много совершила косых, а нам нужна текучая обстановка на тоске. Здесь, где белый, взбреваем краску. Создаем условия для работы, потому что условий для белого нет. Поэтому и белый не лег у тебя, потому что для него не было условий. Теперь берем с чистой совестью в чистое пространство и укладываем. Идею белых пятен. Раздавлено. Ты видишь, это тоже стеклянно выглядит, да? Можно, конечно, и цвет было бы добавить, вот этот синенький. Ты видишь, я стихию раздаю неравномерную, то есть разноображу. Вот оно, стекло, да? Смотри, какая стеклянная обстановка. У нас еще здесь много... Сейчас, сейчас, да не будем. Сейчас, сейчас, сейчас. Стеклянная обстановка. У нас еще много здесь вот таких звучиков. Смотри. Вот это раздавленное состояние краски прекрасно разобьется еще и на вот эти звуки. Вот такие. Вот такие. Водянее не придумаешь, правда? Вот оно. Если что, дополняем и то, что мы уже сделали, и то же, уже не раздавливая вначале, а просто раздавливая сразу этот штрешочек. Появляется водяность-водяность. У тебя будет несколько другой рисунок в процессе выделки, но ничего страшного. Синюшечки эти можешь добавить, тоже их раздавить. Кардиограммочка. Ты видишь, не очень стабильный. Не очень стабильный, да? То есть он то туда западет, то влево западет, вправо. Похожим образом и здесь. В том числе и маленькие точечки, чуть-чуть там где-то. И то же. Вот они. Так, осуществишь это. Здесь у нас желтенькие подобного содержания. Желтенькие подобного содержания. Тоже их разобьешь. Смотри, я не сильно давлю. Я чуть-чуть прислонил мастихин с поднятием этой кромки. И давлю перед собой. Те, кто много пользуется хлебом с маслом, кому доводилось, они, в общем-то, знакомы с этим движением. Вода, да? Ну, естественно, ты дополнишь сейчас и здесь, и там. Теперь у нас отражение вот такого характера. Ядовитенькая зелень. Нашвыряешь, нашвыряешь. Тоже раздавишь до вот этого состояния. До вот этого. Да, да. До вот этого состояния, до раздавишь. И так же тоже, да? Нет. Будет красиво, если у нас тут мерцание, а там тишина. Буквально, как будто бы замерла вода. Вот пусть она в этом месте чуть-чуть замерла. Тогда малейший звук, крупный звук на ней сразу создает плоскость, да? Сразу выражается плоскость. Так, хорошо. Здесь пока все нормально. Единственное, чего нам очень остро не хватает, это очень темных проявлений в тенях. Вот в таких темных, притемных, которые будут заслонены светлыми. Нет, как раз лишь я... Ну, чуть-чуть, да, но я сбежал от розового. Вот они, вот они, вот они. На мутном, на глянцевом. Посмотри, как здорово звучат. Вот они, как они здорово звучат жесткости. Вот они наши травки, вот они друг друга начинают заслонять. Дальше так же. Да. Красноты. Вот здесь красноты. Насадишь их и тоже втопчешь в среду. Втопчешь. Красноты. Они же все. Все эти. Все эти. И вверх, и глянцево вниз отражаются. вот прямо отсек линию воды. Выразим хотя бы несколько очень выразительных вот таких вставочек. И их тоже отделим. потом туда придут попадавшие травки, муравки и даже листики, и даже листики кувшины. Все вместе создадут идею, создадут идею плоскости. глянцевость, заслоненность, глянцевость, темности задника, некакости задника, вот такой некакости. и тогда малейший звук становится выразительным. Смотри, выразительным становится на этом. Давай так. только раздавленности не хватило. Не знаю, почему у тебя так сильно резало, наверное. То есть я раздавливаю, а ты, вероятно, вот так резала, да, больше? То есть раздавленности не хватает. То есть чуть-чуть я с поднятием. Поднятием все-таки граве? Да. Ты доиграешь там? Где? Где? А, этот, да. пониживайте, ребята. То есть вот эти посохшие травинки. Вот такие какие-то. Вот такие. какие-то. А тут вот эти надо работать? Да. Ага. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Придя в картину, вот эти листики создают лежачую плоскость, насыщенность содержанием, да? Сразу сколько содержания появилось. То есть характер укладки здесь такой. Крупный вот так. Вот так. Вот так. Крупный вот так. А мелкие просто тюк-тюк-тюк-тюк кончиком мастихина. Тюк-тюк. Тюк-тюк. Готовые мерцания. То сиреневатые, то зеленоватые. То даже почти белые. Вот такие. Смотри, с очвяком. Смотри, какие хорошенькие. Особенно эти вот передние к нам, да. А если мы к этому еще прибавим? Это вот красный. Угу. Обратите внимание, что я не вырисовываю. Я раздаю как бы пятнышко. Этот не распустился. Эти распустились. Там чуть помельче. Они еще, как многие, к сожалению, делают. Они не сидят на листах, а рядом с листами. То есть это обязательно учесть. Почему? Ну, потому что они же тоже растут откуда-то. Они не на блюдце. Они по соседству с блюдцем. Вот они, смотри, смотри. Ой, какие маленькие. Ой, какие хорошенькие. А это кончик. Да, вот такое вот. Вот они. Вот. Можно потом чуть-чуть к низу еще натемнить. Совсем прям не разбеленный, да? Ага. Ну, будет чуть богаче. Ага. И тогда добавить немножко, мы добавим сюда, и вот такой цвет. Плюс желтые цветки. Плюс желтые, да. А, вот по такой траектории. Это за скопление цветов. Да, да, да. Да, да, да. Создать кашистое пятно, в котором угадывается идея цветков. Угу. Я тучкунсу так. Что, что? А я тучкунсу старого скала. Ну, по-своему изобретала, нормально. Ну и, наконец, дополнишь все это стебелениками. Угу. Желательно в основном вытягивать именно. Ну, как я? Да, да, да. Ставишь и вытягиваешь. Хорошо? Да. Давай так же. Спасибо. Спасибо.